всем привет итак как же выбрать оригинальные духи и можно ли их купить в интернете либо их можно купить только в очень дорогих парфюмерных магазинах и можно ли купить в оригинальных парфюмерных магазинах подделку сегодня мы попробуем с этим разобраться у нас на обзоре сегодня вот такие духи лакосты женские духи элегант ну первое с чего нужно начать во первых нужно посмотреть для начала перед покупкой в интернете как выглядят эти духи на сайте производителя этих духов потому что мы не знаем как они выглядят мы не каждый день покупаем духи и для начала нужно это узнать посмотреть нужно не только как выглядят духи на фотографии на коробочке также нужно постараться найти как выглядит флакон вплоть до того где находится на нем штрих-кода голограммы как это все прописано где они стоят каком месте какого размера они потому что это очень важно на поделках часто это немножко по-другому все сделано и не сильно производители подделок заморачиваются какого размера написать буквы но есть и хорошие подделки где конечно это все проделывают и так полази в интернете и и посмотрев как же эти духи должны выглядеть на сайте производителя желательно пойти в какой-то дорогой магазин и посмотреть как выглядят эти духи на прилавке есть отличаются они как-то от описания в интернете или не отличаются заказа духи в интернете можно при получении заказа посмотреть прислали вам оригинальной духе либо эта подделка как же это определить попробую рассказать в этом видео обзоре и так вначале нужно начать визуальный осмотр и конечно же с упаковки первое что в упаковке есть это так называемая слюда проще называть можно целлофан это называется целлофанирование так вот это целлофанирование есть она оригинальная то она упаковывается в целлофан средней жесткости но не жесткий то есть он довольно мягкий но при этом он должен быть очень и очень плотно саму коробку облегать то есть коробка там не должна гулять в нем болтаться также очень важный момент как запаян этот целлофан целлофан должен плотно облегать коробку он не должен нигде морщиниться и нигде не должен пузыриться шов должен быть сбоку или сзади как в этом случае он должен быть ровным не должен пузыриться и шов это делают методом нагревания то есть так называемым термо методом и при этом термо методе должны быть вот такие запайки сверху и снизу они как бы либо немножко овальные либо квадратные здесь можно увидеть такую запайку с одной стороны и с другой вот здесь также сзади шов тоже очень ровный и так целлофанирование вроде разобрались попытаемся открыть коробку и посмотрим на саму упаковку изнутри и так качество полиграфии должно быть выполнено на самом высочайшем уровне как вы видите каждая буква выдавлено тиснением информация о объеме флакона и обо всем остальном также выдавлено тиснением на коробке с обратной стороны все сделано точно также есть дополнительный штрих-код который должен читаться сканером очень важный момент этот код нужно будет тоже проверить те кто делают подделки не заморачиваются над этим особо а на самом деле в этом коде скрыта информация как о производителе данной продукции так и заложена математическая формула которая выводит вот эту последнюю цифру так называемую проверочную цифру внизу под видео я оставлю ссылки где можно посмотреть и производителя продукции и сайт на котором на котором просчитываются цифры штрих-кода для того чтобы вывести последнюю цифру если сайт высчитал эту последнюю цифру и она совпадает с цифрой последней проверочной цифрой на коробочке значит у вас оригинальная продукция я просчитывал этот код этих духов вышла цифра 2 видим на коробочке тоже цифра 2 производитель швеция также очень важный момент здесь есть номер партии он должен быть выдавлен на самой коробке этот номер партию должен совпадать с номером партии который должен быть на самом флаконе духов если этого нет значит духи поддельные итак откроем коробочку очень важный момент внутри самой коробки должна быть дополнительная коробочка которая защищает флакон дополнительный вкладыш если этого вкладыша нет то духи тоже поддельные и так вот сам флакон а флаконе я расскажу чуть позже здесь есть тоже много различных нюансов вот номер партии который есть на нижней части флакона этот номер партии совпадает с номером который есть на коробке и так вернемся к коробке внутри самой коробке есть дополнительный вкладыш он тоже выполнен из высококачественного белого картона с тиснением этот вкладыш защищает дополнительную бутылочку от повреждения время транспортировки в подделках такой вкладыш зачастую не вкладывают чтобы сэкономить на бумаге когда открываешь такую коробку уже чувствуется запах духов потому что духи оригинальные очень стойкие они могут несколько дней не выветриваться когда подделки буквально через час подделку уже практически не слышно и так что же касается флакона флакон должен быть очень правильной геометрической формы если флакона в каком-то месте кривого то есть его вот эта часть к примеру выше это ниже либо в стекле есть какие-то пузырьки воздуха значит это уже не оригинальные духи потому что дешевые флаконы которые заказывают производители на дешевых китайских фабриках а подделки могут делать только в дешевых флаконах они некачественные идеальной формы флаконы они очень дорогие нужно заказывать большие партии это может себе позволить только крупный завод который делает оригинальную дорогую продукцию потому что в цене духов заложено очень многое и упаковка и флакон и реклама тем кто делает поделки над этим заморачиваться не нужно мы видим что форма этого флакона она идеальная но очень ровная нигде никаких вкраплений воздуха нет очень важный момент крышечка как ни странно крышечку сделать еще труднее чем флакон крышечка должна быть тоже идеальной формы она не должна не не должно быть следов каких-то спаек как может быть на дешевом китайском пластике крышка стоит тоже дорого если крышка очень качественная и опять же таки хорошая крышка она заказывается на дорогом заводе это производители подделок делать не будут крышка должна быть сделана из очень высококачественного пластика и очень очень качественно нигде нет следов спаек нигде нет каких-то царапин вздутий крышка идеальной формы так же как и сам флакон очень важный момент если духи новые то в трубочке должен быть воздух там не должна быть жидкость сама трубочка она должна быть практически ровная пару миллиметров не доставать до дна если трубочкой более длинная она загнута изогнута это уже подделка потому что в подделке на это тоже не обращают особо внимания то есть если сейчас пшикнуть то должны закачиваться духи в трубочку воздух должен выйти и один-два пшика могут быть холостыми попробуем это сделать я нажимаю ничего не происходит ничего не происходит теперь пшик ну а то есть только с третьей попытки новые оригинальные духи пшикают очень стойкий аромат обычно в оригинальных духах достаточно пшикнуть один раз максимум два чтобы этого хватило на целый день поэтому и хватает надолго лучше один раз купить оригинальные духи чем купить три раза или пять раз подделку номер партии на бутылочки 52745274 на коробке номер партии 5274 они должны совпадать я надеюсь что это видео хоть немного вам поможет отличить подделку от оригинала удачных вам покупок пусть они вас радуют всего вам хорошего